КОНЕЦ Именно так берутся пробы воды в официальных местах для купания. Надо зайти на глубину в один метр и зачерпнуть воды из верхнего 30-сантиметрового слоя. Далее мы помещаем воду, взятую из водоема, в стерильную бутылочку пол-литровую. Мы помещаем ее в сумку-холодильник с температурой транспортировки не выше 4 градусов. И в течение 4 часов мы должны ее доставить в лабораторию. И ковшик, и бутылочка должны быть стерильными, поскольку вода будет проверяться на микробиологическое загрязнение. Образцы исследуют в лаборатории института Биор. Вода помещается в специальные платы, туда же добавляется питательная среда и реагент. Потом все это хорошо запаковывается через аппарат, потом это инкубируется 37 градусов в 24 часа, потому что каждому микроорганизму надо процесс развития и условия, как температура. И после этого только мы уже будем смотреть это изменение среды и флюористенцию. По нормам Кабинета Министров, в 100 мл воды для купания могут находиться до 2000 колоний кишечной палочки, а фекального стриптокока только 100 колоний. Желтый цвет указывает на то, что в колбочках растут калиформные микроорганизмы. Они не такие опасные. Айшахирию кали можно обнаружить под специальной лампой. Колбочки с кишечными палочками светятся ультрафиолетом. В этой же лаборатории проверяют на наличие кишечных инфекций и питьевую воду, водопроводную воду. Критерий более строгий. Кишечных палочек и фекальных стриптококков быть не должно вообще. И метод исследования применяется другой. Вода обрабатывается, упаковка обрабатывается, потом проводится посев методом мембранной фильтрации. Вот сейчас коллега показывает вам, как идет процесс посева. Укладывается металлический фильтр. На металлический фильтр укладывается бумажный фильтр с диаметром пор 0,42 мм. И затем проводится фильтрация 100 мл питьевой воды. И затем этот фильтр будет укладываться на питательную среду. Химическое исследование воды проводится только если есть визуальные признаки загрязнения, говорят в инспекции здоровья. Пена или пятна на воде непонятного происхождения или же большое количество сине-зеленых водорослей, которые весьма токсичны. При помощи этой установки мы можем определить порядка 70 элементов. И она отличается тем, что измерения проходят очень быстро. На один анализ нам нужно порядка трех минут. Естественно, профподготовка занимает гораздо больше времени. Купальный сезон в Латвии длится с 15 мая по 15 сентября. За это время специалисты инспекции по здоровью выезжают на проверки всего пять раз или один раз в месяц. Правда, за один день все пляжи объехать не удается. Ведь в Латвии официально разрешено купаться в 54 местах.